Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей и поклонников аборигенных средназиатских овчарок, которых в Таджикистане называют саги Дахмарда, саги Таджики или саги Чупони, то есть собака Чибана. Вот это видео мы снимали в 2015 году весной в Гарауты, такое местечко, там есть зимние стоянки, и вот эта вот атара, она состояла из овец гесарской породы, но мы их не снимали здесь, а снимали мы вот эту вот стаю, вожак которой, вот этот палевый великолепный кобель, которого зовут Босс, к тому времени ему было лет 5-6, наверное, вот это не первая наша встреча, мы встречались с ним и раньше, потом несколько раз встречались, не думаю, что сейчас он живой, потому что прошло с того времени все-таки 6 лет, вот, а собаки в очень тяжелых условиях, тем более противостоя хищникам, часто погибают, вот, но тем не менее, вот этот пес отличался тем, что все время находился среди овец, и даже Чибан, его подзывая, все время указывал на то, что этот пес все время находится среди овец, и редко подходит к хозяевам, но здесь мы видим также его потомков, вот, вот эта вот молодая самочка, еще года нету ей, или может быть год, вот, всего лишь навсего, вот, и еще одна, вот эта черная сука тоже рядом, это все потомки Босса, его, как говорится, кровь, и самое главное, что вот такие собаки, они, конечно же, как навес золота для чабана, потому что ночью вся обязанность по охране отары ложится на них, вот на этих великолепных собак, которые, несмотря ни на что, ни на погодные условия, ни на то, что идет снег, или льет проливной дождь, где-то сходит лавина, эти собаки неусыпно следят за овцами, следят за тем, чтобы хищники не покушались на имущество чабана, не зарезали овец, и опять-таки, вот такие вот собаки, проверенные, они настоящие помощники чабанов, видите, вот даже Босс не захотел лакомиться лепешкой, он готов пожертвовать всем ради овец, вот ушел к овцам, и там находится, вот мы бы хотели бы, конечно, чтобы из других стран региона распространения, ареала распространения этой породы, вот именно об аборигенных собаках показывали бы видео из других стран, из Афганистана, из Узбекистана, из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, к сожалению, мы видим только бойцовых собак в рингах, в питомниках, на цепях, как угодно, показывают нам, говорят, вот это вот абориген, и почему-то абориген, он, как говорится, на цепи, либо он в каком-то питомнике, вот это вот абориген называется, вот это вот естественная среда обитания, и как гармонично вписываются вот эти собаки в эту естественную среду, в природу, они гармонично смотрятся на фоне своих овец, на фоне своих гор, на природе, это свободолюбивые животные, великолепные, у них нет никаких дисплазий, им не делают никаких уколов, прививок, они не боятся клещей, потому что природа, она сама шлифует их, как камни в реке, и они выходят оттуда по-настоящему без острых углов, все абсолютно, как говорится, органично, и органично, поэтому они существуют в природе, они охотятся на кабанов, охотятся на сусликов, на сурков, мышей, едят все, что угодно, всеядные собаки никогда ни в чем не откажут, чабану и безграничная преданность именно овцам, вот посмотрите, еще совсем молодая собака, а у нее, вот сейчас вы видите, там великолепные зубы, а вот этой черной, там будут последние кадры, посмотрите, обратите внимание на ее левую ногу, лапу переднюю, увидите, там ашрамы, и это все, конечно же, результат борьбы с хищниками и так далее, опять-таки, огромное счастье, вот именно наблюдать этих животных в естественной среде, вот приезжала тоже, на этих кадрах есть там Луиза из Италии, тоже восхищалась этими собаками, и я думаю, на всю жизнь она запомнит вот эти взгляды суровые, великолепных собак, пожелаем барраката вот нашим Дагмарда, это Чибанинка, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok